Доброе утро, наши дорогие телезрители! Кто уже проснулся, кто не проснулся, просыпайтесь скорее. Сегодня 22 июня уже на календаре, ну а завтра 23 июня. Все поклонники скорости и погони соберутся на гоночной трассе Красное Кольцо. Именно там состоится финал по автогонкам кольцевым среди необычных участников. Наталья Винокурова знает все подробности, она сейчас знакомится с этими самыми участниками. Наталья, доброе утро! Ты на прямой связи с нами. Рассказывай, что же это за необычные участники такие. Доброе утро, Игорь и Настя. Доброе утро, уважаемые телезрители. Я думаю, что судя по антуражу, в котором я нахожусь, вы уже догадались, где. Около здания, знакомое многим автомобилистам, управление ГИБДД. И я вот вижу один из экипажей, который нужно остановить для проверки документов. Так-так-так, молодой человек. Я не знаю, насколько это у меня в результате получается. Пойдемте пообщаемся. Это как раз один из наших героев. И не буду пока рассказывать до конца. Доброе утро! Доброе утро! А инспектор Винокурова, представьте, пожалуйста, ваши документики. Старший инспектор специализированной роты Дорожно-патрульной службы Сергей Григорьев. На самом деле, друзья, представляем Сергея Григорьева как участника еще, возможно, первенства Сибири по автогонкам. Сегодня продают квалификационные заезды, а завтра уже финальные. Сергей, вы готовы, как ваше сегодня настроение и как погода для автогонок? Погода сегодня отличная, солнечное, настроение боевое, составим конкуренцию, выступим достойно и будем представлять с честью и достоинством Красноярский край на таких хороших соревнованиях. Да, масштабных, совершенно верно. В этом году у нас маленечко круг расширился. То есть это приехали гости с Алтайского края, с Республики Тывас, с Республики Хакасия, Иркутская область. То есть участников на сегодняшний день с каждым годом становится все больше и больше. Это радует. Сергей, расскажите, пожалуйста, вот чтобы такую карточку участника получить, каким водителем, каким инспектором, наверное, правильно сказать, нужно быть? Ну, такую карточку нужно, конечно, получить и носить ее с честью. То есть нужно отвечать неким требованиям, то есть хорошо владеть патрульным автомобилем, иметь соответствующие категории на право управления транспортными средствами, иметь стаж в органах внутренних дел, в частности ГИБДД. И отвечать всем должностным требованиям, скажем так, чтобы с честью носить вот эту карточку участника. Ну, каким должностным требованиям? Ездить без штрафов? Ой, конечно, конечно. Это невозможно, как будто раскладку, да нет, конечно, в шуте. Также правила дорожного движения нужно соблюдать и всем участникам дорожного движения, то есть неважно, какой у тебя статус, но в первую очередь нужно иметь навыки вождения и понимать, что на трассе нужно делать и проявлять уважение к участникам. То есть не каждый должен ехать там, не соблюдая требования и так далее. То есть в первую очередь... То есть у вас есть между участниками, несмотря на то, что это соревновательный и азартный очень момент, некая такая этика. И вот то, как мы видим, как друг друга подрезают там на трассах водителей, да, ну в гражданском, я имею в виду, у вас таких и нет как бы приемов? Нет, конечно же нет. Там все, то есть строго соблюдение правил дорожного движения в целях безопасности, в первую очередь, участников, зрителей, которые пришли поболеть, поддержать команду, представляющую тот или иной орган. Но и у нас есть, конечно же, регламент, который ни в коем случае нельзя нарушать. За нарушение данного регламента участник снимается с соревнований без каких-либо поблажек. То есть это к любому участнику относится. Я узнаю, что в регламент вошло положение о том, что можно что-то переделать в автомобиле, но незначительно, не капиталить. Давайте покажем нашим зрителям, зрителям программы «Утро на НСИ», что вы сделали для того, чтобы подготовиться к автогонкам. Ну да, с регламентом у нас утверждено, что никакие изменения не должны вноситься. То есть это обычный патрульный автомобиль, который каждый день несет службу на дорогах общего пользования, скажем так, данные транспортного средства Красноярского края. Никаких изменений регламент не разрешает вносить. Ну то есть в двигатель, давайте, да, поясним. То есть в двигатель нельзя там установить мощнее? Нет, в двигатель никаких изменений нельзя вносить. То есть организаторы соревнования сразу четко определили, что любое изменение в двигатель – это автоматическое снятие соревнований. А они как-то вас проверяют каждый день, получается, перед заездами? Да, совершенно верно. У нас будет проходить техническая комиссия, на которой каждый участник представляет свой патрульный автомобиль. Комиссия ходит, смотрит, все узлы и агрегаты сверяет. То есть малейшее какое-то подозрение на изменения, участник сразу же снимается с соревнований. Схитрить не удастся. Скажите, пожалуйста, как вы готовили как давно автомобили сами как готовились? Потому что у сотрудников ГИБДД, как у журналистов, супер ненормированный и гибкий график, когда удается поездить? И где, собственно? Ну да, совершенно верно. То есть тут у нас нельзя как бы превыше всего ставить участие в этих соревнованиях. То есть у нас есть свои обязанности, свой долг. То есть каждый день мы несем службу на маршрутах патрулирования. Но в свое свободное время от работы, то есть находишь как-то где-то меньше сна, скажем так, но больше пойдет на дело. Вот так вот и готовимся. Ну и в первую очередь морально подготовиться, чтобы никакого волнения, ничего не было. То есть вышел, показал то, что умеешь. Как вам кажется, вы с помощью чего можете победить вас? Какой конек, скажем так, водительский, даже не водительский конек, вас как пилота? Ну я думаю, в первую очередь будут поддерживать родные стены. То есть как-никак являемся хозяевами соревнований. И нужно со всей ответственностью подойти к этим мероприятиям. Ну и думаю, родные трибуны не дадут. Будут поддерживать и держать в тонусе. Отлично. Мы вам, Сергей, желаем удачи. И надеемся теперь, что вы победите, раз мы уже с вами познакомились и подружились. Давайте еще представлю Сергея Григорьев, сотрудник особой, специальной роты управления ГИБДД края. Все верно? Совершенно верно. Ну что же, ни пуха, ни пера, как у вас говорят, правильно, как у нас говорят, ни жезла, ни сотрудника инспекции. На самом деле, завтра уже можно прийти и посмотреть на то, на что способны инспекторы на гоночной трассе «Красное кольцо». Ребята, мы с вами не прощаемся, чуть позже я уже покажу вам перекличку, скажем так, своеобразную перед автогонками. Вот можете наблюдать, что съезжаются автомобили, инспекторы готовятся, ну и вот узнаем, чем она отличается от, ну, скажем так, наших гражданских привычных всех подобных процедур. Передаю вам слово студия Игорь Настя. А вы бы приехали, кстати, посмотреть на то, как гоняют автоинспекторы и какую скорость на самом деле они могут максимальную на трассе развивать.